Дальше я мог бы вам рассказать вообще доказательства, которое было в прошлом году на лекции, но не хочу, потому что лучше вы сами только это послушаете, а я расскажу то доказательство, которое обычно рассказывают о проверке формулы пика для квадратика со стороной 1, начальник у него, начальник у него доказательства. Смотрим, что у него. i равно 0, b равно 4, i плюс b пополам минус 1, 0 плюс 4 пополам минус 1. Это как раз 1. Формула пика для квадратика со стороны 1 верна. А вот теперь, вот это было начало обсуждения, теперь основная лекция. Представьте себе, что мы нарисовали уже многоугольник, у которого формула пика записывается каким-то образом. и нарисовали другой многоугольник, у которого тоже формула пика как-то записывается. Давайте докажем, что в таком случае и для объединения формула пика тоже будет верна. Пока понятно, что это будет? Итак, поехали. Вот этот многоугольник будет называться первый, этот многоугольник будет второй. У первого многоугольника есть какое-то количество внутренних узлов, какое-то количество узлов на границе. У второго есть внутренние узлы E2 и на границе B2. Так вот, ребята, для того, чтобы сейчас все было понятно, обратите, пожалуйста, внимание на следующую штуку. Когда вы говорите о границе первого многоугольника, то вот это в нее тоже входит. Когда вы говорите о границе второго многоугольника, вот это в нее тоже входит. Чтобы понять, из чего же состоит граница всего объединения, мы должны... Смотрите, что я сделаю. Мы должны точки, которые с целыми координатами здесь лежат... Я не знаю, может быть, вот эти... Я только это не буду считать. Концы не буду считать. А вот все эти точки я должен посчитать, обозначить их количество какой-нибудь. Ну, скажем, мне нравится букву K. Итак, K – это количество узлов, число K. Это количество узлов, которые внутренние в объединении, но при этом становятся граничными, когда мы разрежем повод этой вещи. Сейчас надо понять, какие формулы есть. Ну, первое. У нас есть формула пика для первого многоугольника. S1 – это I1 плюс B. Второе. У нас есть аналогичная формула для второго многоугольника. И дальше самое интересное. Мы знаем, что площадь всего – это что? Все, что мы дальше должны сделать – это просто-напросто сложить вот эти две формы. S – это S1 плюс S2. Сладко, это I1 плюс I2. Дальше. B1 плюс B2 по вам. Ну, и минус 1, минус 1. Чуть подробнее. Да. И минус 1, минус 1, минус 2. Я понимаю. А вот теперь очень важная вещь. I1 плюс I2 – это не есть количество внутренних узлов объединенных. На самом деле, если мы смотрим на какой-нибудь узел, и он внутренний для второго многоугольника, то он, конечно, остается внутренним. Если мы смотрим на узел внутренний для первого, он тоже остается. Но кроме них есть еще вот эти. Поэтому, на самом деле, количество внутренних узлов – это и есть I1 плюс I2 и плюс K. Значит, я сейчас вот этой формулой для второго вышла. I1 плюс I2 плюс K. Но для того, чтобы она осталась правильной формулой – сейчас это еще не не формула – надо разобраться, а что же такое количество граничных узлов. Если вам интересно, сколько узлов на границе объединения, то вы должны, во-первых, взять границу первого, во-вторых, взять границу второго, а дальше выбросить вот эти узлы. Причем выбросить их в два раза. Потому что один раз они были посчитаны, когда считали у первого, второй раз они посчитаны, когда считали у второго. А вообще-то их вообще считать не надо было. Значит, я могу написать такую формулу для величины B. B1 плюс B2 минус 2к. И даже это не правда. Потому что смотрите, вот этот узел и вот этот узел посчитаны по два раза, а надо было посчитать по одному разу. Поэтому вот этот узел посчитан в лишний раз, и этот узел посчитан в лишний раз. Значит, минус 2. Так, здесь мелко написано, поэтому я давайте решу торжественную. B1 плюс B2 минус 2к и минус 2к. Вот этот момент – главный показатель формулы B. Пожалуйста, сумейте понять, увидеть, что действительно ровно так и есть. Мы должны посчитать количество граничных точек первого, количество граничных точек второго. И понять, что некоторые точки посчитаны по два раза, а их считать вообще не надо, вот эти точки К. И понять, что вот эти вот концевые точки посчитаны по два раза, а надо было посчитать по одному разу. Отлично. И вот так я здесь и напишу. Смотрите, как я напишу. b первое, b второе, минус 2k, минус 2 пополам. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, вот это k и минус 2k пополам как раз дают 0. Вот это минус 2 вторых, это как раз вот это минус единица. И еще самое последнее минус единица осталось. Если вы теперь вспомните, что вот эта величина это i, а вот эта величина это b, то мы получаем замечательную вещь. Формула пика для объединения двух многоугольников, которые пересекались только по границе, верна, если она была верна для каждого из них. Сказать очень важную вещь. Теорема о склейке. Если для одного многоугольника все хорошо, и для другого все хорошо, то тогда формула пика верна. И сейчас смотрите, что я быстро расскажу. Я уже проверил для квадратика единичного. Я могу при помощи этой дилеммы склеивать из квадратика что? Прямоугольник. Прямоугольник. Я могу склеить любой прямой угольник. Значит, формула пика для любого прямой угольника верна. Ну, правда, мы с вами явным образом ее проверили, выписав, и там действительно тоже формула пика была верна. Но вот можно было и считать. Достаточно было для одного маленького квадратика. Проблема только. Не любой многоугольник можно составить из квадратика. Потому что на клетчатой бумаге совершенно запросто возможны довольно хитрые треугольники. Вот посмотрите сюда. Когда у вас есть вот такой вот треугольник, видите, три ошибки, вообще-то легко понять, что его площадь равна 1 и 2. Но из квадратика его никак не сделаешь. Правильно? Значит, нельзя останавливаться на том, что квадратика. Надо как-то доказать теорему пика для любого угольника. Ребята, для того, чтобы это сделать, давайте сначала докажем теорему пика для любого треугольника, у которого стороны горизонтальные и вертикальные, и которые треугольные. Оказывается, что вот по этой самой нашей лени это очень легко сделать. Смотрите, какая идея. Если нарисован треугольник, у которого здесь целая сторона, а здесь целая сторона резонтальная, вертикальная, то мы его можем дорисовать до прямоугольника. Мы уже знаем, что у прямоугольника формула пика верна. Так? Да. А дальше замечательная мысль. А ведь эта половинка такая же, как эта. Потому что в этой картинке есть центр сметрии. Количество внутренних точек здесь, такое же, как здесь. Количество граничных точек здесь, такое же, как корректричные точек здесь. Значит, я могу написать вот такую формулу. Вот в каком варианте. Обозначить это S1, и это тоже обозначить S1, и написать, что S равно S1 плюс S1. И теперь, ребята, смотрите. Для величины S формула пика точно верна. Это мы знаем. Потому что я прямоугольникам ее проверяю. Если бы формула пика была неверна для треугольника, то она либо дала бы ответ больше, чем надо, либо дала бы ответ меньше, чем надо. Но тогда при сложении мы бы, либо в обоих случаях имели бы меньше, чем надо, и значит, общая версия была бы меньше, чем надо. А она такая, как надо. Или в обоих случаях имели бы ответ больше, чем надо. И опять-таки, тогда и сумма была бы больше, чем надо. Значит, единственный случай, что сумма будет что? Такая, как надо, да? И значит, для треугольника наша теорема тоже верна. Отлично. Теперь, а что делать с любым треугольником? Ведь у треугольника совершенно не обязательно стороны вертикальные. Представьте себе, где-то одна вершина, где-то другая, где-то третья. И мы вписываем всю эту картинку в прямоугольник. Тогда понятно, что есть самая высоко расположенная, самая правая, самая левая, самая нижняя. Картинка будет примерно так. Не обязательно так, но могло бы так-то... Вот это могло бы быть зубы, где-то повыше. И важно. Важно, что что-то этого типа. И для всего прямоугольника формула пика вернула. Правильно? А дальше берем и потихонечку по одному отрезаем. Идея такая. Сначала рассмотрим... Для треугольника же она верна. Мы уже доказали. Для этого треугольника верна. И для всего прямоугольника верна. Значит, у нас есть такая ситуация. С – это прямоугольник, С1 – это вот этот треугольник, а С2 – то, что осталось. Смотрите. Для этого формула верна, для этого формула верна. И при этом площадь равна сумме площадей. Ну, значит, для этого верна. Вот мы уже перешли от прямоугольника к такой фигуре. Теперь то же самое. Для нее пишем формулу пика, только что получили. Отрезаем вот это. Опять, для него верна же, не знаю. И вот потом отрезаем вот это. Осталось треугольник. Все. Формула пика. Доказано. Редактор субтитров А.Семкин